И прошло уже пять месяцев с момента трагедии на Троицкой. Из-за событий, связанных с пандемией и карантином, к обсуждению темы судьбы дома Асвадурова возвращаются все реже. По словам местных жителей, ситуация с момента приезда нашей съемочной группы в начале марта не изменилась. Сгоревшее здание продолжает разрушаться, фрагменты фасада падают во дворы и на кровли соседних зданий. А оторванные листы металла нависают над головами прохожих. Дом продолжает находиться под наблюдением дома Асвадурова, но в нем ничего не происходит, кроме того, что он продолжает рушиться. Точно так же, как и раньше, висят листы жести просто над нами и падают кирпичи к нам во двор, но никакие службы не приходят, этот двор не диагностируется. К вопросу судьбы памятника архитектуры чиновники и депутаты горсовета, вероятнее всего, вернутся только после окончания карантина. Я знаю, что техникум заказал съемку состояния этого дома, ну, колледж заказал съемку состояния этого дома, но они тоже еще ее не получили. На предмет, может ли колледж вернуться, но, конечно, никто сюда не вернется. Дом продолжает обрушение, это не было еще погодных катаклизмов, но если, конечно, погодные катаклизмы случатся, но, как все в жизни, это утратило новизну, и наш двор свыкся с этим вопросом. Уже так остро эти стуки, жести от ветра, к ним привыкли. Дом продолжает давать осадку, конечно, после этих затоплений, брушений, дом продолжает давать осадку, но сказать об этом некому. Напомню, масштабный пожар в экономическом колледже на Троицкой произошел 4 декабря прошлого года. Трагедия забрала жизни 16 человек. Расследование причин возгорания до сих пор на этапе досудебного следствия.